Сегодня у нас такой день, что он, во-первых, совпал с выходным, и погода хорошая, сухая, до этого дожди шли, было очень зябко, очень мокро, грязно, сегодня немного отсохло, поэтому сегодняшним днем одновременно закрою летний сезон, потому что уже не тепло, и открою осенний сезон, потому что деревья уже начали желтеть. Начинаем с самой отвратительной части сегодняшнего дня, это подъем вверх. Заранее хочу сказать, пока еще не устал, что я всем сердцем и душой ненавижу этот подъем. Угол здесь подъема очень большой, 40-45 градусов. Проехал от города чуть меньше 9 километров, поднялся, получается, на сопку 20-метровую, и я уже на природе. Здесь нет никаких дорог, здесь в целом нет большого скопления людей, здесь природа настоящая, красивый вид, и когда наступит, наверное, середина или конец сентября, здесь будет очень красивая золотая осень. Ехать очень близко, если ехать с нормальной скоростью, то можно доехать сюда за 15 минут. 15 минут и вы на природе. Такое невозможно в каких-то крупных больших городах. Пока я поднимаюсь вверх, слева от меня вот такая вот красота. Озеро, которое раньше было протокой, оно соединялось сверху рекой и выходило дальше внизу, вниз тоже в реку. И вот она наша смотровая, самая высокая точка в городе. Сейчас сделаем без пару кадров, просто проведу где-нибудь полчаса времени, и потом поеду дальше на поиски красивого дерева, чтобы сделать осенние фотографии. А пока мы просто будем отмечать закрытие летнего сезона и открытие осеннего. Чтобы не портить вид гревела, я снимаю все фонари, которыми тут налеплены. Оставим только велоутенка. Идем протирать велосипед. Пыльный велосипед фотографировать нельзя. Когда ты именно фотографируешь его для красивого кадра, чтобы кому-нибудь показать, и чтобы у кого-то, глядя на твои фотографии, загорелось желание купить такой же велосипед. У нас, кстати, Алексей. Да, она слишком у нас получается мокрая, сейчас мы ее выжмем. Алексей из Нижнего Новгорода тоже купил, по моему совету, гревел. Не МТБ, которые нафиг не нужны, а именно гревел. Вроде бы вот липы, если не путаем, не показывал. Достойный велосипед за свои деньги. И те, кто думает брать, не брать, сейчас доллар улетит в 130 или резко в 150, и тогда будет поздно уже думать, брать или не брать. Потому что тогда вы поймете, что брать надо было, а не думать. Так же, как я с этим велосипедом, пока я думал брать его или не брать, когда только изначально вообще засматривался нагревом. Он стоил всего каких-то смешных 60 тысяч. 60 тысяч рублей. Но еще мог позволить практически каждый. Он не закрутил болтик. А теперь он стоит уже ненормальных денег. Но всего лишь потому, что у нас наша валюта провалилась в какое-то дно и продолжает туда углубляться. Кстати, вот это небольшой скол. Я бы сказал, это просто ужасный скол. Краска все даже дометалась. Это результат мойки велосипеда на скалах. Я поставил педали на скалы. Педали это расходники, их беречь не надо. Ставишь на них, опираешь. Но вот проблема, что он соскочил с этой педали и упал рамой. И вот у меня сразу возник вопрос. Если бы это у меня был карбоновый велосипед, он бы сжахнулся так сильно на острый край скалы. Поехал бы я дальше на этом карбоновом велосипеде или все. По шуму покупать новый. Потому что у нас мастерских нет. Никто тут велосипед не отремонтирует из карбона. А куда-то отправлять это, наверное, дешевле будет новый карбоновый велосипед купить. С учетом того, что в среднем ремонт карбоновых деталей или участков велосипеда начинается от 15 тысяч до бесконечности. То, может быть, даже стоит просто проще купить новый велосипед, чем ремонтировать его. Всегда было правило такое со времен НТБ, что если ты приезжаешь на какое-то мероприятие, неважно какая погода, ты обязан приехать на чистом велосипеде, чтобы сделать классные фотки. Да и просто, чтобы насладиться своим велосипедом красивым, стильным и полюбоваться велосипедами своих друзей и товарищей. Многие из которых очень тщательно подходят к покупке, а не просто так взяли, пошли, купили. Все как бы начинали с велосипедов самых дешевых, самых плохих, простых. Затем катались, общались, узнавали, что есть что-то получше, копили деньги, покупали. Соответственно, когда люди переходили на более качественные компоненты, велосипеды, мы все друг за друга просто радовались. И пробовали, когда кто-то что-то новое покупал, мы катались на новых великах, понимали, что бывает, оказывается, намного и лучше, и быстрее, и легче. И, как говорится, благодаря этому было к чему стремиться. Эта штука, кстати, очень классная. Она очень хорошо защищает тросик. Жаль, что у нас и не было таких раньше, потому что на всех старых велосипедах это место у меня всегда протертое. Здесь, по идее, должна быть наклейка, все руки не доходят. То есть на такие места я сразу поклею наклейку, вырезая из толстого, прочного изоленты. Вот, круг сюда креплю, и все, туда никакая грязь не забивается. Но есть нюанс, когда фотографирую, я почти всегда ставлю сюда подножку. И это удобно, и поэтому я пока у себя что-то как-то руки не доходят. Скоро уже зима, и эти гравелкинги отправятся в коробку, и будут заменены на такие же гравелкинги, только розового цвета. А на следующий сезон мы ищем новый цвет, потому что у нас два новых велосипеда, и мы хотим на них сделать стиль покрышки одного цвета. Это будет тот цвет, который новый появится у Panoracer, если, конечно, на тот момент будет вообще возможна доставка, покупка в Россию. И еще хотим под цвет этих новых покрышек подобрать обмотку. И будут два стильных байка. Но они будут выходные, на них не будет ничего, никаких флягодержателей, ничего лишнего. Они будут просто голые велосипеды, стильные для быстрых легких покатушек, только с сумкой поясной. То есть ничего на них вешаться не будет. А вот этот велосипед будет рабочий, на него потом встанут все багажники, какие только есть. Задние поставлю, передние. Все, и будут рабочие лошади. Во время фотографирования разбил все свои вот эти классные огоньки, которые в барен доставлялись. Блин, потому что как этот ветер дует, баран вообще туда-сюда гуляет, и он сразу падает. Поэтому решил вот так вот подставлять по две палочки под колеса, чтобы он более устойчивый был. Потому что жалко, все фонари разбил, и заказать их невозможно. Они есть только на чайнике. Красиво. Отмечаем закрытие летнего сезона и открытие осеннего. Лесная брата, ко мне брондук пришел. Ух, хорошо. Гревел это как МТБ, только лучше. Прекрасный лес, осенний. Сейчас будет очень приятный спуск. Такой он не крутой, длинный, затяжной. Кто здесь не катался, обязательно покатайтесь. Хотя бы раз в году здесь нужно прокатиться, отметиться. Как жаль, сейчас нет здесь Паши со мной. Сейчас бы мы тут с ним навалили. На его Меридис Айликс, но он сейчас на работе. Пропустит? Пропустит. Спасибо! А мы наваливаем. Так, тут может быть рыхлый песок, надо быть аккуратным. Мне тут один раз на МТБ унесло в кусты. Потому что я не подрасчитал. Был песок, плюс сверху щебенка валялась. Так, все, мы спустились. Теперь едем на бутсад. Единственное, я не знаю, выпустит ли меня через бутсад. Но попробуем. Там сторож стоит. Возможно, бутсад закрыт. Будем проситься, чтобы он нас выпустил сразу на трассу. По трассе было бы интереснее ехать, чем обратно по этому песку. Вот вроде бы недавно было лето. Все, уже лето закончилось. Наслаждаемся теперь коротким периодом осени. А дорога кайф. Едешь, тебе ничего не летит. У тебя крылья стоят. Великолепие. И на это способен только грэвел. Сегодня накатаемся у каких-нибудь смешных, наверное, 15 километров. Но зато главное, что мы покатались на природе. Отдохнули от города, от работы. И завершим сегодняшний день в парке. Пошел дождь. Тут тучка идет. Одинокая. И она, короче, решила меня немного смочить. Один из лучших периодов катания на велике. Потому что нет никаких насекомых, которые докучают очень красивую природу сама по себе. Потому что часть растений желтого цвета, часть оранжевого такого насыщенного и красного. Это все очень красиво. Этот период очень короткий. То есть это не лето, не зима. Но тут бывает так, что всего лишь пару дней. Обалдеть просто. Я сейчас остановлюсь и сделаю фотографию. Потому что это просто потрясающе. Если бы было бы компанией сейчас. Просто что-то как-то одного обломило. Я взял с собой печку, уживайку. Взял с собой какую-то вкусную банку тушенки. Блин. Поесть бы, конечно. Но одному часто скучно, поэтому я не хочу есть. Потерял тут приличное время. Пока фотографировал, доставал камеру. Ну такая красота. Ее надо было сфотографировать. Красивые желтые деревья. Тут дятел сидел рядом со мной. Компанию составил. Едем дальше. В общем, отличный день. Осталось еще пару красивых кадров сделать. Красота. Это все территория ботанического сада. Справа и слева тут всякие грядки. Поля здесь что-то выращивают. А здесь два озера, когда они самые первые. Они очень маленькие. Они быстро замерзают. Когда приходит холода. И пока здесь нет обильного снега. Люди сюда специально выбираются с коньками. Чтобы на этом или этом озере покататься на коньках. Оно прозрачное, ровное. Лучший каток. Обычно парни, девчонок своих сад приглашают. Устраивают прогулки тут вечерние по льду. Очень красиво, кстати. Мы иногда здесь на великах катались. Это лед. Ну-ка покружись-ка по льду. Давай, дрифт. Сколько, да? Еду молча, наслаждаюсь природой. Вот она, красотища. Просто обалдеть. Так, калитку здесь как раз и полностью закрывает. Так что кататься здесь не вариант. Сегодня повезло. Выпустили меня. Ну, на будущее надо будет заезжать только через дачу. Ой, овчарка прибежала. Я в целом собак ненавижу, потому что они нападают и кусают. И тут еще и вчарка огромная. Собака прибежала ко мне. Собака, давай велика отсюда. Не люблю я вас. Уже у нас сумерки, поэтому вешаю фонарики. Так, стробоскопы нашел. Ставлю их на велосипед. Пойду со стробоскопами. Она на меня решила напасть. Загородил рюкзаком, чтобы она не укусила. Установил, в общем, оба стробоскопа. Пускай мигает. И в зале поставил тоже два фонаря. Один мигает, еще второй. На постоянный свет. У нас снова Стояновка. Ну, догнали этого Кроуна, который там гарсовал. Крузак, зачем ты специально меня... Ну, окей, я тебе выложу сейчас видео твое. Н-304АТ специально поджимает, чтобы я не проехал. Хулиган. Так, а тут что у нас? Одна машина въехала в другую. Разбыли собаря. Одна машина въехала в другую. Из дома правительства. М-м-м, кайф. Когда вкусно, тогда вкусно. Это, пожалуй, самый лучший термос, который у меня когда-либо был. Чуть-чуть ниже 5 градусов. Ну, будем считать 5 градусов. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok